Друзья, всем привет! Сёрфер и безделики Девианты, продолжаю свои эфиры и сразу перейду к главному ситуации вокруг Украины. В частности, я хочу порассуждать об игре, которую ведут Соединенные Штаты вокруг Украины, поскольку это непосредственно касается нас и поскольку эта игра вызывает у многих вопросы в самых различных аспектах. Ну, например, мне звонят коллеги там из-за границы и задают вопрос, что ты по этому поводу думаешь, все эти угрозы, все это нагнетание в СМИ, постоянные сливы в разведсообществах, быстрое предоставление оружия, отъезды дипломатов и прочее, 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 прочее. И я начал задавать себе вопросы. Вот представим, что если Россия начинает широкомасштабное наступление на Украину, то есть начинается полноценная война, что от этого получают Штаты, что они от этого выигрывают или не выигрывают. Вот сейчас мы разберемся в этом вопросе. Смотрите, ну, налицо, что ситуация начинает со второй половины осени, в частности с ноября, она начала разгоняться информационно. Информационная накачка шла по возрастающей. Штаты сливали планы относительно россиян, что они концентрируют войска, как они будут заходить. Ну, все эти стрелочки мы видели там, начиная с 2014 года, поэтому для украинского обывателя там особо ничего нового в этих планах нет, кроме численности там, значит, войск, которые концентрируются на границе Украины. Эта численность постоянно меняется, там, помним учения «Запад-2017» и другие учения, которые были, значит, у россиян и с Белоруссией, там, и отдельно. То есть, в принципе, как бы увеличение численности российской армии на границах Украины происходит не в первый раз, и не во второй, и не в третий. Казалось бы, чего бояться, но мы видели, как градус повышался, эти медийные атаки со стороны Запада, они увеличивались, и с другой стороны Россия на них отвечала, потому что Россия продолжала наращивать группировку, и она впервые, ну, уже впервые, наверное, да, со времен 2016 года, она превысила 100 тысяч. И по состоянию на сегодняшний момент, там, идут, идут ловости о том, что она может увеличиться до 140 тысяч даже, да, вот. И, соответственно, если допустить, что Россия вторгается, то что получают Штаты, да? Ну, давайте загибать пальцы на руках. Итак, первое. Главное, что получают Штаты, это то, что Россия является серьезным вызовом. И вызовом, прежде всего, для кого? Для европейских союзников. Что мы видели на протяжении этих последних недель? Мы видим, как Восточная Европа встает на дыбы, мы видим, как Центральная Европа тоже возбуждается, а мы видим, как возбуждаются северные, значит, североевропейские страны, в частности, Швеция на Готланде, там, что-то начинают разворачивать какие-то свои войска, прочие-прочие-прочие страны, там, да? Заключение, даже Германия вынуждена как-то реагировать на это, тем более, что вот Ладьях убрали ее адмирала из-за неудачного заявления. Смотрите ссылочку там на видео, которое я записал позавчера. Так вот, что Штаты получают таким образом? Штаты получают обоснование, зачем нужно НАТО. Ни для кого не секрет, что в последние годы, особенно до вторжения России в Украину в 2014 году, дискуссии и беседы по поводу судьбы НАТО, по поводу его перспектив, они в Европе шли на очень серьезном уровне, потому что многие европейские страны расслабились и не понимали, зачем им тратиться, как была, такую оборону серьезную, тратить ресурсы, когда угрозы не очевидны. И вот теперь опять воскрешается старая угроза, с которой НАТО боролась со времен своего основания. То есть, действия России дают Штатам мощный аргумент убеждать европейских союзников в том, что они должны вкладываться в НАТО. И если в 2014 году вот эта вот велотекущая гибридная война, которую Россия ведет с Украиной на Донбассе, она, ну, в принципе, выглядела как такой низкоинтенсивный конфликт, и было неочевидно для многих европейцев, что там может развернуться что-то более серьезное. То есть, если Россия пойдет сюда там танковыми клиньями, там чем-то еще, начнет наносить авиационные удары, ракетные удары по военной инфраструктуре, по экономике, ну, короче говоря, начнет атаковать Украину вот в таком масштабе, то совершенно очевидно, что Штаты получают более чем достаточно аргумент для того, чтобы убедить европейцев в том, что они должны дальше вкладываться в НАТО и сплотить их вокруг себя. Это первая составляющая. Вторая составляющая – это позиция Германии как ключевого европейского игрока, как мотора европейской экономики, как страна с очень мощной организацией, с очень важным весом на международной арене, как страна, которая очень серьезно влияет на политику Европейского Союза. Так вот, в последние годы стало очевидно, что Германия все дальше и дальше начинает уходить от евроатлантического мира. Она имеет не только, значит, там, глубокое сотрудничество в экономической сфере с Россией, СП-2 – это тот случай, который очень хорошо вписывается в это углубленное экономическое сотрудничество, но Германия очень серьезно нарастила свои отношения экономические с Китаем, который сегодня является главной проблемой для Соединенных Штатов Америки. Соответственно, товарооборот между Китаем и Германией исчисляется, ну, наверное, ну, если не сотнями миллиардов, то сотни полторы миллиарда, может, два миллиарда, может, двести миллиардов евро. Вот где-то так надо посмотреть. И, естественно, для Штатов это очень важно, что экономическая взаимозависимость Китая и Германии, она создает особую лояльность Германии относительно Китая. Точно так же, как и особую лояльность Германии относительно России. А с другой стороны, для Германии точно так же важно понимать, что, значит, ее отношения с Китаем будут стабильными, предсказуемыми, и они помогают очень серьезно пушить германскую экономику. Почему? Потому что германская экономика очень серьезно зависит от экспорта. Не только от экспорта на европейские рынки, но и на общемировой, и в частности на азиатские, на китайские. Потому что те производственные мощности, которые есть в Германии, они не могут работать только на внутриевропейском рынке, не говоря о германском. Поэтому вот эта вот экспансия производственная, промышленная, экономическая, которую Германия производила на протяжении последних двух десятилетий, она как раз создала ситуацию крайней зависимости Германии от внешних рынков и особую чувствительность к тому, что происходит в отношениях с ее крупными торговыми партнерами. Это то, что должны мы понимать в Украине, что Германия, она скурпулезно все считает. Скурпулезно все считает. Вчерашнее заявление канцлера Шульца как раз по этому поводу. Когда он сказал, что если вы там думаете, что санкции против России не нанесут ущерба Германии, то вы глубоко ошибаетесь, поэтому нужно быть осторожными, нужно там все считать, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Это очень важный момент. Поэтому немцы понимают, точнее говоря, американцы понимают, что углубление торговых отношений с Китаем и с Россией создает все предпосылки для того, чтобы немцы постепенно отвязывали от евроатлантического зонтика в виде НАТО и, ну, соответственно, посылали штаты в пешее эротическое путешествие. Естественно, штаты этого не хотят, хотя Трамп своей очень неуклюжей внешней политикой, с его постоянными конфликтами с Ангелой Меркель, с ее троллингом, он не в малой степени поспособствовал тому, что даже такой евроатлан, как Меркель, не, ну, скажем так, вынуждена была, скажем, входить в эту конфронтацию с американским президентом, реагировать на его политику. И, естественно, у немцев не могли не возникнуть, скажем так, опасения, что штаты становятся ненадежным партнером. И это создавало дополнительную мотивацию для поворота на Восток. Вот. Поэтому администрация Байдена должна решить этот вопрос. Как удержать Германию в своей орбите? Потому что, если Германия начинает более самостоятельную игру, если Германия забивает на Европейский Союз, то, чего так добивается Россия, которая играет на то, чтобы Европейский Союз развалился, потому что это позволило бы перейти к концерту великих держав, как это было после наполеоновских войн, и, соответственно, выстроить более гибкую политику, которая бы была более выгодной России. То есть, мелочь всякую запугивать там, да, покупать, а с крупными державами договариваться. И поэтому, соответственно, есть мотивация торпедировать Европейский Союз. Именно поэтому Европейский Союз в лице его руководства, достаточно вспомнить последние заявления там Жозепа Борреля, верховного представителя по внешней политике Европейского Союза, в общем-то, начал делать жесткие заявления относительно России, потому что евробюрократия не может не понимать, что логика действия России направлена на дезинтеграцию Европейского Союза. Итак, второй фактор, зафиксировали. Третий фактор. Собственно говоря, собственные экономические интересы Соединенных Штатов. Штаты прекрасно понимают, что если Россия втягивается в войну с Украиной, то санкции, которые последуют за этим, они будут и должны быть направлены на энергетический сектор России, на ограничение ее доступа на глобальный рынок энергоресурсов. И, как следствие, появляется возможность предложить свои товары, свою нефть, свой газ, который после Исландцевой революции в Штатах, значит, Штатам удалось очень существенно нарастить их добычу, соответственно, предложение на глобальный рынок, стать энергетической и профицитной страной, по сути. И, естественно, это дает дополнительные решения влияния. Штаты понимают, что блокируя тот же самый северный поток, северные потоки или другие трубопроводы, под которым Россия будет поступлять газ в Европу, они расширяют возможности для того, чтобы катарский газ, штатовский газ начал заходить на рынок Европы. И, соответственно, тем самым создаются предпосылки для того, чтобы Россия была вытеснена с европейского рынка, где она занимает чрезвычайно важные позиции. Там порядка 35% уже россияне поставляют газа на европейский рынок. А нужно понимать, что в зеленом переходе, за который явно выступает Европейский Союз и большинство европейских стран, газ является одним из ключевых факторов как с точки зрения своей меньшей вредности, с точки зрения выбросов СО2, так и из-за того, что из него можно делать зеленый водород и, соответственно, переходить к водородной экономике той задачи, которую поставила в том числе Германия и другие развитые страны Европейского Союза. То есть, американцы прекрасно осознают, что вот эта вот неуклюжая позиция России, она дает им огромный шанс вернуть Европейский Союз, европейские страны под свой зонтик с точки зрения безопасности, сделать более сговорчивой Германию, наконец, позволить энергетическим компаниям с самих Соединенных Штатов играть более важную роль на европейском рынке. Ну, немаловажно. Четвертый фактор. Не забываем о том, что Штаты решают вопросы, связанные с противодействием Китаю, который является их ключевым конкурентом. И в этой ситуации, если Россия идет на стратегический союз с Китаем, а Россия на этот счет делает немало серьезных заявлений, если Россия начинает рассматриваться как стратегический партнер Китая, то ослабление ее позиций в этой связке это ведет к стратегическому ослаблению позиций самого Китая. Поэтому, если ты хочешь разорвать вот этот вот дуал, то бей по более слабому оппоненту. А в экономической плоскости Россия намного слабее, чем Китай. Ну, у нее существенно меньше ВВП, в разы меньше, чем Китай, чем китайский. Хотя по военной компоненте она по-прежнему сильна, поэтому бьешь по экономике, ослабляешь соответственно возможности наполнять военный бюджет, ослабляешь возможности военного потенциала России, и в принципе получаешь более сильные переговорные позиции с Китаем, с которым тоже возможно американцы будут пытаться договариваться, если представится такая возможность. Вот, то есть четыре ключевых фактора, которые в принципе определяют вот эту роль Украины в американской внешней политике, во внешней политике Британии, которая играет свою роль, которая тоже пытается найти те или иные комбинации, которые бы позволили подняться в этой ситуации. И как мы видим, после того, как Великобритания осуществила Брексит, отвязалась от Европейского Союза, она проводит намного более серьезную глобальную политику, начиная от походов ее авианосцев по всему миру и с заходом на Дальний Восток и заканчивая вот этот шаг с предоставлением Украине более чем двух тысяч противотанковых установок, ПТУР, которые позволят Украине усилить свои позиции в случае, если Россия будет сюда двигать какие-то танковые колонны. Так вот, для штатов, для англосаксов в более широком смысле, Украина в этом плане является очень удобным инструментом, с помощью которого Россия цепляется на крючок. Точно так же, как Россия зацепила Украину на крючок Донбассом, аннексировала в Крым и запустила дезинтеграционные процессы на Юго-Востоке, попытавшись создать вот эту вот Новороссию, но это удалось только на Донбассе, где появились Ордло, значит, и через Ордло Россия постоянно держит Украину на крючке, точно так же Запад с помощью Украины держит на крючке Россию, потому что чем глубже Россия будет увязать в Украине, тем больше проблем будет у России, чем более брутальная будет ее агрессия носительной Украины, тем серьезнее будут тем серьезнее будет помощь Украине со стороны США и других стран Запада, и тем больше проблем будет возникать у режима Путина. Смотрите, очевидно, что в этой ситуации Украина выступает вот таким вот инструментом для англосаксов. Она оказывается в очень опасной ситуации, потому что она по сути будет выполнять роль приманки, выполняет роль такой приманки. Но с другой стороны происходит ровно то, о чем говорили давно многие или мечтали наши многие украинские интеллектуалы, которые говорили вот как бы хорошо, чтобы Украина оказалась на буксире англосаксов и получила такой же статус, как Южная Корея, потому что англосаксы помогли Южной Корее подняться с колен после Корейской войны 1950-1953 годов. И в общем-то Южно-корейское чудо во многом является следствием того, что Южная Корея была закреплена на орбите США как стратегический союзник, как важный военный союзник в регионе Восточной Азии и соответственно это повлекло за собой очень много нужных пряников для Южной Кореи. Но не будем забывать, что успех южнокорейского чуда прежде всего зависел от того, что делали сами южные корейцы. Как они выстраивали свою экономику, как они выстраивали свое государство, как они стратегически подходили к развитию отраслей и так и так и так и так и так вот. Поэтому вот эта ситуация с конфликтом между Украиной и Россией, она действительно создает для Украины шанс получить вот такой вот статус, как Южная Корея в свое время. И естественно она за этот статус может заплатить большой кровью и естественно для того, чтобы получить такой статус придется сражаться и естественно что если Россия будет лезть глубоко в Украину и будет наносить там удары с помощью авиации, ракет и так далее и так далее по нашей критической инфраструктуре то естественно штатам придется раскошеливаться для того, чтобы давать соответствующую экономическую и военную помощь Украине, чтобы она удержалась на плаву и тут на ум приходят времена Второй мировой войны когда была система ленд-лизах с помощью которой штаты передавали военные компоненты всякие оружия для Советского Союза и это было очень существенно для того, чтобы СССР устоял в ее сватке с нацистской Германией. Так вот в принципе мы уже слышим что в США раздаются значит призывы там некоторых сенаторов начать программу ленд-лиза для Украины в принципе очевидно что если такая программа будет развернута то это будет один из инструментов для оживления американской экономики хотя сама по себе Украина достаточно небольшая но если масштаб противостояния будет увеличиваться то соответственно будет увеличиваться и масштаб вовлечения американской экономики в этот конфликт более того это будет происходить на фоне других конфликтов которые будут Евразия исходя из интересов штатов в Евразии относительно Китая и по сути мы видим что в этом случае штаты находясь вдалеке от Евразии от основного театра боевых действий от основного места противостояния они получают возможность ну как бы оставаться тихой гаванью на этом фоне привлекать туда капитал бегущей из зон нестабильности и произвести переформатирование своей экономики ну в таком ключе в которое им выгодно экономике политической системы потому что не забываем что сами штаты находятся тоже в мощном политическом кризисе о чем мы неоднократно здесь с моими друзьями экспертами вот на страницах моего ютуб канала неоднократно разговаривали и будем еще разговаривать самое смешное что все что я вам говорил я говорил в 2008 году начиная даже с 2006 года в серии статей в серии докладов глобальный суперкризис и риски для Украины там в апреле 2008 года угроза глобальной войны 12 декабря 2011 года который я в клубе Ленин читал и на страницах вы ли это все есть вот можете я даже найду эти тексты и в подводку закину но суть в том что в принципе это читалось я думаю что все что я говорю в принципе читают и русские потому что ну это же не настолько какие-то глубокие мысли которые требуют какой-то там мудрости там да поэтому для меня большой вопрос почему россияне входят в эту в эту игру почему они подмахивают как бы ей поскольку они повышая ставки они залезли в ситуацию когда теперь из нее нельзя выйти не ну как бы без лица да вот то есть им необходим какой-то инструмент для того чтобы соблюсти лицо если они захотят вот спрыгнуть из этого всего поэтому тут можно сделать умозаключение что допустим Байден с Путиным начнут договариваться и мы уходим от значит ситуации с широкомасштабной конфронтацией тем более что с Сан Санычем Чалом в беседе которую я опубликовал на прошлой неделе мы проговаривали такой вариант 4 базовых сценария и я с Сан Санычем полностью согласен в том что вариант широкомасштабной конфронтации не ключевой и даже не приоритетной 5-10% ему можно отдать вот но если русским нужно будет выходить из этой ситуации и договариваться каким-то образом с американцами потому что держим в уме что ключевая проблема для штатов это Китай и привлечение России в ряды скажем антикитайского союза для Байдена естественно было бы очень неплохим бонусом в его внутриполитической борьбе и то о чем значит проговорился этот вице-адмирал немецкий Шенбах в Индии это же витает в воздухе как решить проблему китайскую как блокировать Китай как обеспечить преимущество над ним западного мира это ну как бы это не какая-то частная мысль эту мысль разделяют очень многие представители элиты что в Европе что в Соединенных Штатах Америки вот поэтому если Байден с Путиным будет договариваться то ну соответственно нужно будет зафиксировать какую-то какой-то договорняк по поводу Украины и условия как Украина будет вот находиться между этими двумя тектоническими плитами но по большому счету даже в этом случае я не ухожу в детали какой-то может быть договорняк там потому что Сан Саныч говорил и по поводу нейтрального статуса там и по поводу буферного статуса там можно долго говорить но обращаю внимание что даже в этом случае Штаты все равно достигают своих целей в той логике о которой я говорил вот в первой части почему потому что европейские союзники штатов прежде всего Восточная Европа Центральная Европа они уже напуганы именно поэтому страны Балтии согласились передавать оружие и открыто это делают там и открыто конфликтуют с той же самой Германией которая не дает возможности значит прибалтам передавать передавать вооружения которые были получены в свое время со складов ГДР да когда ГДР вошла в состав ФРГ то часть советского оружия часть советских вооружений Германия передала Балтийским странам вот то есть смотрите Штаты уже добились этой цели они уже показали что необходимо поддерживать НАТО на плаву необходимо не сбрасывать его со счетов как ключевой значит ключевой зонтик защиты Европейского Союза они уже возбудили против Германии значит недовольство Центральной Восточной Европы которая увидела позицию Германии и ближе будет прислоняться теперь к Штатам для того чтобы уравновесить вес Германии в Европейском Союзе зонтиком безопасности со стороны Соединенных Штатов уже многие европейские страны задались вопросом относительно того что может на что может пойти Путин с помощью такого ну если он готов применять такие инструменты против Украины то соответственно кто сказал что он не обрубит как бы там энергетику европейскую в самый неподходящий момент тем более что россияне играли в условиях энергетического кризиса в Европе они активно играли на повышение цены на газ которую мы разбирали там и с Курчевым и с Андрюшей за дорожним и Андреаном прокипом у меня на канале в декабре и соответственно для европейцев возникла вот эта вот ситуация когда необходимо было откуда-то брать газ для того чтобы уменьшить цену на спотах а россияне не хотели ее давать исходя из своих прагматичных задач начиная от того чтобы заработать больше заканчивая тем чтобы заставить европейцев быстрее ввести в строй северный поток и пустить газ по обходным газопроводам то есть Европу Россия с помощью энергетики дрессировала но как мне кажется и из-за Украины и из-за ситуации с европейским газом россияне перегнули палку то вот традиционно перегнули палку хотели получить все а в результате возбудили и европейцев и штаты а штаты подстегнули к тому чтобы играть на вот этих ошибках России и заставлять Европу дальше находиться под зонтиком и искать альтернативу в плане энергетики и поэтому Байден начал переговоры с Катаром о том как можно компенсировать российский газ жиженным газом из Катара на случай если произойдет широкомасштабный кризис в отношениях между Россией и Западом из-за Украины вот мне кажется такая картина масла вот такая вот за этой логикой в принципе скрываются реальные интересы штатов в украинской игре и многим покажется это может быть слишком циничным но извините дорогие мои международная политика это всегда по поводу холодного расчета и цинизма там все сидят с калькуляторами и поэтому мы тоже очень четко должны понимать какую мы роль играем в тех или иных раскладах исходя из каких интересов нам дают оружие и как эти интересы совпадают с нашими украинскими поэтому исходя из этого я думаю что при любом раскладе как бы он не разворачивался от самого худшего в плане шрекомасштабной войны до более мягкого как бы там связанного с нейтральным статусом украины я думаю что украина в любом случае останется на плаву в любом случае она получит необходимую помощь военную прежде всего со стороны запада более того сегодня стало известно что евросоюз дал украине срочный срочную финансовую помощь в виде 1 миллиарда 200 миллионов евро по-моему так вот это как раз вот еще один знак в пользу того что моя логика в общем-то правильная и россияне которые перегнули палку они вот этими шагами в том числе серьезно возбудили активную часть украинского общества которая на фоне этой угрозы ну опять-таки очень четко осознает свою идентификацию и необходимость существования украинской государственности и ее дальнейшее развитие и модернизации поэтому независимо от того какие шаги будет дальше делать Россия по разжиганию этого внутреннего кризиса в Украине независимо от тех ошибок которые там совершает Зеленский его команда об этом я поговорю в следующем обзоре независимо от этого Украина одним коготком там или двумя коготками все равно зацепилась за западные структуры и благодаря этому в принципе может состояться и удержаться и когда говорят о том что украинские ресурсы незначительны по сравнению с российскими украинская армия незначительна по сравнению с российской то забывают что Украина имеет возможность получать вот эту вот макроэкономическую и военную помощь и она ее будет получать если Россия брутально подлезет вперед подрывая миропорядок и разрушая его таким образом что это бросает вызов штатам прежде всего как глобальному игроку который не заинтересован в том чтобы этот порядок обрушился настолько быстро и настолько неуправляемо что это повлечет издержки для самих Соединенных Штатов поэтому россияне пробудили ото сна значит престарелую дряхлую штатовскую администрацию заявление Антони Блинкина я его отдельно разберу наверное в Берлине показывает что Штаты впервые обозначили четко Россию как проблему ну то есть они начали называть вещи своими именами то что наша политическая элита требовала очень долго от Соединенных Штатов вот и поезд пошел с чем я весь с чем я вас всех и поздравляю конечно же не нужно впадать в эйфорию потому что Украина может очень много заплатить за то чтобы оказаться в статусе как бы государства которое закрепилось на орбите западного мира но с другой стороны все имеет свою цену и вот эти вот воспоминания по поводу Южной Кореи которая там вдруг оказалась в этом в орбите западного мира или Израиль или какие-то другие страны вот они всегда игнорировали тот факт что это происходило в результате силовой борьбы очень жесткой силовой борьбы и воли этих государств к тому чтобы выбрать свое счастье на международной арене поэтому и Украина сегодня будет выгрызать это счастье Зеленский без Зеленского неважно но она будет выгрызать потому что понимание того что мы должны состояться и мы состоимся оно есть у значительной части украинской элиты и украинского народа а ну как бы те кто это не будут принимать те кто будут не знаю там российская часть населения которая существует объективно она не является большинством но в восточных регионах там значительно очень достаточно много таких людей даже на западной Украине такие люди есть вот ну это фактор который необходимо будет принимать в рамках вот этой сложной игры и необходимо работать с этим населением необходимо развенчивать мифологию которые нарративы которые толкают россияне по другому не получится так что может быть я кого-то не обнадежил но мне кажется что лучше здраво смотреть на нашу ситуацию и так как она есть я думаю что она вот такая как я ее обрисовал подписывайтесь на мой канал ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на мой патреон подписывайтесь на мой тикток который я завел на днях и который достаточно быстро растет на мой канал в твиттере все это есть в подводках там есть ссылки на статьи которые есть на хвыли подписывайтесь на канал хвыли в фейсбуке он тоже существует и тоже развивается там миллион подписчиков. Более миллиона подписчиков, кстати. Вот. Так что если мы будем упорно работать, то мы будем хорошо и прекрасно жить. И все у нас будет плюс-минус нормально. Обнимаю, целую. Юрий Романенко был с вами. До новых встреч. Пока.